Депутаты окружного парламента Депутаты рассмотрели проект федерального закона о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Основные изменения связаны с необходимостью внесения в действующий федеральный закон конкретных механизмов образования и функционирования территорий традиционного природопользования, уточнения их правового статуса. В ходе обсуждения проекта было высказано ряд предложений. Одно из них – необходимость изучения мнения Ассоциации Ненецкого народа и Савы о проекте. Также необходимо учесть мнение о законопроекте, уполномоченного по правам человека в Ненецком округе. По итогам обсуждения принято решение о необходимости всестороннего обсуждения проекта. Народные избранники обсудили реализацию окружного закона по обеспечению лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни дровами. В ходе длительной дискуссии депутаты приняли решение о необходимости пересмотреть действующий механизм оказания данной меры соцподдержки, в том числе с учетом опыта северных субъектов. Департаменту по региональной политике Ненецкого округа следует привлечь к этой работе все заинтересованные стороны. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа, представители СПК и семейно-родовых общин, полномоченного по правам человека в Ненецком округе. Депутаты приняли закон о специализированном государственном жилфонде Ненецкого округа. Законопроектом предполагается дополнительный действующий окружной закон статьей, который предусматривает предоставление жилых помещений в общежитиях молодым специалистам на селе. На получение такой меры социальной поддержки смогут рассчитывать граждане в возрасте до 30 лет, получившие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. В соответствии с законопроектом под эту категорию попадают лица, трудоустроившиеся впервые по полученной специальности в организации на территории сельских населенных пунктов, не относящиеся к организациям, финансируемые ему за счет средств окружного бюджета и государственным муниципальным монетарным предприятиям.